Вопрос в традиционной схеме с хранилищами и всем остальным. Рассмотрели несколько случаев, как нативного софта подъема, так и ситуации, как на заданке, что расположены на этой ситуации подвозь. И что остановились на том, что если способ, который основанный хранилищ, он такой результат для достаточный, то все остальные способы, но и все равно опасны. Мы не можем без предварительного тестирования поменять в том, что какой-то необычный инсолятор все хорошо сделает в нашей правой системе. Мы не готовы, опять-таки, достаточного основания поверить в то, что это левый репозиторий, будучи подключен к нашему волшебному бутылку, который мы все время обновляем, будет так хорошо, с ним их обновления будут быстрее так хорошо. Не говоря уже о установке парферных очевидцев, парферных репозиторий, которые, так сказать, не обновляют, вы не готовы поверить в то, что какой-нибудь бинарник, который просто так скачен и, так сказать, подходит, работает, ну, да, прохладно, это последнее наиболее вероятное направление, потому что если люди написали свой софт таким образом, что пользователь, условно говоря, запускает его в домашнем каталоге, то он его тут запускает. Вот. От себя добавлю, что такого рода люди представляют проблему, когда вы собираетесь этот софт превратить в парфер. Выясняет, что там вовсюду ход-ходом прописано хранение картингов в текущем каталоге, или в каталоге, откуда он запустился в бинарник или что-нибудь в этом духе. Относительные пути, что... Модуль лежат в две точки слэш-либо, или что-нибудь вот какого-нибудь такого лица. Приходится руками выковыривать для того, чтобы сделать пакет. Хотя, в общем, задача эта относительно несложная, да, не настолько сложна, чтобы от этого страдать вечно. Вот. Единственное, что я не сказал в прошлый раз, просто руки не дошли. А это, пожалуй, важная вещь, учитывая общую нашу тематику разговора об повседневном использовании Linux. Это о понятии драйвер. Дело в том, что не существует четкого определения слова драйвер, по крайней мере, в достаточной степени подробного, да. Мы можем сказать, что драйвер – это такая штука, после установки которого в систему что-то начинает работать, железяка или какая-то функциональность. Ну, разве пакет – это не такая же штука? Любой пакет, да, мы ставим что-то в систему, и что-то начинает работать. Можем сказать, что нет, но драйвер – это, в общем, как правило, связано с каким-нибудь железом. Вот у нас железо не поддерживалось, а после установки драйвера оно поддерживается. Это, конечно, хорошо, но это тоже неправда. Ну, во-первых, потому что драйверы бывают и не для железа, для каких-нибудь файловых систем или чего-нибудь такого. Вот. А во-вторых, потому что после установки драйвера железо будет, возможно, распознаваться как-то по-другому. А насчет поддерживаться – еще не факт. Довольно типичный пример борьбы с железом – это борьба с каким-нибудь, ну, правда, это не для персонального использования, а скорее для коллективного, с каким-нибудь, прошу прощения, электронными досками, которые очень любят долить в наши школы, там, разных фирм. И эти разные фирмы, ну, они не всегда имеют представление о существовании каких-либо операционных систем, вот, кроме той, которая существует у них. Вот. Вот. В результате мы даже можем, допустим, заставить данную доску распознаваться как устройство графического ввода. Да? Как мышь. Ну, точнее, не как мышь, как этот самый планшет. Вот. И что с того? От этого ничего ровным счетом не изменится. От этого не начнут работать экранные заметки, какие-то, значит, управления презентациями, ну, и вообще все, что связано с конкретной функциональностью электронной доски. Потому что на самом деле работа железяки в том виде, в котором это предусматривается, она еще и сопряжена с достаточным количеством специализированного софта. Вот этого специализированного софта под Linux может вполне не быть. С электронными досками ситуация такая, что там три вида из имеющихся досок вот сейчас известно, что работают под Linux, причем не обязательно под все. Вот. Такая же примерно ситуация и с другим аппаратным обеспечением, обеспечением. Такая же в том смысле, что если вы ставите Linux, то оно, скорее всего, работает. А вот если оно не работает, то вам придется очень много всяких технических проблем решить для того, чтобы оно заработало. Вот. Примеров тому очень много. Вот. Вот. Этими примерами полны всякие формы пользовательские Linux. Ну, Linux. Linux-пользовательские формы. Вот. То есть, если в случае с какой-нибудь виндой вы просто тупо ставите различные драйверы, пока винда не упадет, и вы не переставите ее снова и снова не начнете ставить тупо различные драйверы, но, скорее всего, с первой попавшейся драйвер вам ей понравится и все как-то заработает, то в случае Linux оно либо сразу работает, вот, либо дальнейшая настройка требует достаточно серьезных знаний как в области системы, так и в области того железа, который в данный момент требует настройки. Вот. И это, между прочим, как ни печально, следствие все того же, следствие, как мы это назвали, изолирования, пакетирования. А второе? Какое? Глобальное. Да. Да. Нет, не глобальное. Но неважно. Да. Совершенно посправедливо. Это все тоже. Это следствие глобального пакетирования. Поскольку в Linux не принято использовать какие-то изолированные средства установки, а принято делать пакет, то в пакеты попадает только то, что более элементное, стандартно может быть установлено в систему и работать. Если для того, чтобы какой-то там заковыристая железяка задышала и стала работать так, как хотел бы этого производитель железяки, необходимо там не только чтобы она распозналась как USB-устройство, но еще и чтобы внезапно некоторые приложения начали работать по-другому и в каких-то там странных местах завелся фреймварь, который загружается при старте и что-то еще и что-то еще, то, как правило, люди, производители железа, которые традиционно пишут сами себе драйверы, что само по себе ужас, конечно, до этого не доходят и у них лежит какая-нибудь кривулька, которую потом сообщество всеми силами туда ваш этот самый Linux вковыривает. В общем, проблема эта есть. Это не относится к понятию инварианта, поэтому оно в прошлый раз не засветилось. Но поскольку есть проблема, нужно понимать, что делать, когда ты с ней сталкиваешься. Так вот, делать ровно это. Гуглить и звать на помощь специалиста, который так или иначе в этом разбирается лучше вас, если вы в этом разбираетесь плохо. Вообще гугление вещь очень полезная. Как правило, если какая-то ошибка была у вас, то она была еще там у доброго, доброй сотни тысяч, сотни людей, которые с этой железякой имели место. Я очень редко, когда встречался с ситуацией, при которой железо... Ну, я был первым, кто нашел ошибку при работе с железом. Вот. Хотя последний раз я с ней встречался позавчера. Будет время, расскажу. Я ее решил, кстати, эту проблему. Вот. Но я отчетливо себя осознаю, что это действительно большая редкость. Ну вот. Итак, если у вас есть проблемы с тем, что в народе именуется драйвером, потому что, повторяю, драйвером может именоваться вообще что угодно, да, то эти проблемы, как правило, возникают из-за того, что заставить Linux работать с конкретным железом нужно особыми путями. Вот. Если это вообще возможно. Бывает так, что вместо драйвера драйвером работает какая-то специфическая программа под Windows, которая чего-то там читает из головы USB. Ну, тогда, значит, остается надеяться, что она каким-то образом сможет это сделать из подвайна, а может быть и не сможет. Хотя вот я видел ситуацию, когда софт был написан на Java и отлично работал под Linux. Ну, сейчас развиваются все эмуляторы, поэтому можно даже Windows или Linux запускать? Можно, но... Просто передавать? Можно, но смысла в этом особого нет, хотя я видел и такое, да. Например, я видел работающие вин-модемы таким образом, и вин-принтеры. Когда ради этого внутрь эмулятора пробрасывался, соответственно, USB, и там и запускался Windows... Ну, в качестве драйвера вин-принтера Windows в эмуляторе запускался. Такое явится. Окей. Давайте мы... Да, значит, наконец, мы в прошлый раз закончили тем, что софт можно, вообще говоря, и собрать. Вот. Благо все они, эти красноглазые люноксоиды, этим как раз и занимаются. Вот. Другое дело, что это задача... Вернее, это решение, к которому не надо примегать с самого начала. Вот. А по-хорошему, ну, нужно посмотреть вокруг, нет ли возможности решить эту задачу по-другому. Вот. Хотя это вполне разумный путь, и обладая сравнительно неглубоким, но достаточно широким спектром знаний, этот путь решить... Этим путем пройти можно. Вот. Об этом мы будем говорить в ближайшие семестры, если буду жив. А я хотел сделать давно обещанный кусок про лицензирование, потому что мы с этого начали. Потом я пообещал, что это когда-нибудь будет, и кажется, в этой аудитории мы большого разговора про лицензии не вели. Я говорю, кажется, потому что у меня в голове все это путается с моим интенсивом в Самаре, где тематика была очень похожая, тоже пользовательская такая. И там мы как раз вели такой разговор. Вот. И по объему там 40 часов, это очень похоже на наши, на наши объемные спецкурсы. Только это был интенсив, поэтому все это время я находился в состоянии полной измененки, и теперь я не очень понимаю, была ли то одна альтернативная реальность или другая альтернативная реальность. Итак, лицензирование. Давайте еще раз вспомним, если это я вам рассказывал, то вспомним, а если нет, то поговорим о том, откуда вообще взялось такое разделение свободного и несвободного софта. С моей точки зрения, тут я не готов претендовать на роль знатока истины в последней инстанции. С моей точки зрения, такое строгое, достаточно строгое на сегодняшний день разделение произошло из различия методов разработки софта. Давайте подумаем о том, что изначально способ разработки программного спечения был открытым. Ну то есть нет, изначально он был закрытым, потому что существовал единственный человек, который был программирован на данном процессе, и он под него программировал. Никакой открытости, за исключением вскрытия черепной коробки этого человека, придумать было нельзя. И даже если коллектив из трех авторов, которые разработали этот компьютер, умели программировать на этот компьютер, тоже, в общем, открытость, она такая была вполне эфемерная. Но как только речь зашла о более или менее стандартизованных, или по крайней мере портабельных, переносимых операционных системах, как то случилось в свое время в конце 70-х с Unix, даже в середине я бы сказал, так сразу зашел разговор о том, чтобы писать группу приложений, то есть программных продуктов, которые работают в операционных системах, программировать их не только собственными силами, но привлекать к этому все научные сообщества. Я говорю научные сообщества, потому что в те поры, 70-е, 60-е, начало 80-х, программирование как таковое, это был такой удел кудесников в белых халатах, такие, значит, ученые писали программы, защищали на этом диссертации, надо сказать, да, встречались там раз в год на конференциях и передавали друг другу такие ленточки с всеми своими наработками, которые, значит, были на эти ленточки записаны, чтобы поделиться с товарищем-ученым, да, этих ученых вообще всего там во всем мире 50 штук, из них 20 не ездят по конференциям, потому что они за железным занавесом. Вот. Оставшиеся 30, естественно, работают во всех уголках северо-американских Соединенных Штатов и Европы и должны как-то друг с другом контактировать, передавать друг другу возможность, давать друг другу возможность не делать все с нуля, вот. Они относились к этому как к научному продукту, да. Для людей было важно за, как это называется, засхвозить, отметить это пространство как то, что называется первенство публикаций, вот. Но дальше те знания, которые содержались в программном продукте, разумеется, подлежали повсеместному распространению, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь коллега из-за океана заинтересовался этим и мог бы помочь или как бы действовать в том же направлении и совместными усилиями люди бы, да, прошли дальше. Вот такие, значит, ленточки, предназначенные для распространения, они как раз и назывались distribution, да, это были еще не дистрибутивы в нашем понимании, но именно вот такие вот дистрибуции, вот. Потом люди пришли к идее, что надо бы складывать на одну ленточку вообще все, чтобы, значит, на конференции ты не приходил и, так сказать, не уезжал оттуда с чемоданом вот этих, они вот такие вот, или вот такие бобины, да, хотя бы с одной бобины уезжал, вот, на которой было вообще все, и как бы регулярно люди бы собирались, складывали бы туда то, что они наработали за это время, и вот такой вот distribution они бы возили, привозили к себе в университет, там бы это все разворачивали, компилировали, дорабатывали дальше и так далее. Вот такой академический открытый способ разработки софта, который состоял в том, что открытая разработка, в том, чтобы обеспечить максимум информационной открытости, чтобы можно было привлечь как можно больше сторонников к разработке, да, это и исходные коды, и техническая документация, если такова имеется, и научные статьи, которые описывают подходы и так далее, да, информационная открытость. Такой академический стиль разработки, университетский. А о лицензиях тогда не думали, думали именно о том, что это есть такой научный продукт, и программа, и он бытует как научный продукт, как статья, если хотите, или формула. Результатом этого и, собственно, целью открытой разработки являлось как раз привлечение как можно большего числа возможных разработчиков, а их было и без того мало, соответственно, расширение множества, ну, коллектива разработчиков, да, коллектива, ну, множество, множество разработчиков. Вот. Какие технические на сегодняшний день условия на это накладываются, мы попробуем поговорить, если успеем сегодня, если не успеем в следующий раз. В 80-е годы, когда произошла, собственно, произошел вот этот раскол, в некоторой литературе я читал, мне кажется, это легендой, но я читал, что этот раскол принято связывать с письмом Билла Гейтса, всем программистам мира, со словами, что вы делаете, давайте вместо того, чтобы раздавать программы так, продавать их, это очень выгодно. Начал формироваться закрытый способ разработки программ, который имел целью, вообще говоря, не разработку как таковую, да, ведь ученый, как бы, научный поиск, он имеет целью научный поиск, да, ради этого ученые, вот, они ради процесса стараются. А, естественно, имел целью разработку продукта, который, продукт, можно было выгодно продавать и тем самым, как бы, заставлять колесо крутиться, да, на эти деньги можно разрабатывать продукт дальше, его, как бы, улучшать, все такое. Вот, поскольку основной доход, да, материальный, материальный в, ну, короче, основным горючим этого процесса служила именно продажа копий, то, соответственно, весь процесс разработки пришлось сделать закрытым. Информационное пространство для внешнего мира стало очень суженным, оно ограничивалось, скажем так, и по сей день это так, по большей части. Ограничивается пользовательской стороной, то есть, ты, как пользователь данного продукта, естественно, получаешь как можно больше информации, чтобы тебе было понятно, как легко и приятно этим продуктом пользоваться, но, как разработчик, ты туда влезть не можешь, да. Это открытое, не так, напишем так, ограничение информационного пространства пользовательской части. Понятное дело, что если у вас и пользовательская часть совсем ограничена, то это, видимо, вы не собираетесь продавать экземпляры. Возможно, вы хотите зарабатывать деньги на установке и последующем сопровождении, да, и у вас внутри будет пользоваться какое-то информационное пространство, а пользователю знать не обязательно, как это работает. Но мы это не рассматриваем, мы сейчас рассматриваем чистый бизнес на ПО, который, естественно, в данном случае, вот, либо как бы открытый, либо закрытый. Главным следствием закрытого способа разработки явилось то, что конечный продукт, повторяю, можно было продавать по практически любой цене, об этом мы сейчас поговорим, вот. Но мы теряли, в силу ограничения информационного пространства, мы теряли возможность использовать всех тех разработчиков, которые захотят нам помочь, а вместо этого вынуждены использовать реально ограниченный круг разработчиков, ограниченный круг разработчиков, разработчиков, ограничен ровно рамками той компании, которая занимается разработкой, и тех средств, которые, условно говоря, идут на зарплату этим разработчикам, да, в силу того, что по всем законам рынка исходный код и программная документация к вашему продукту является ноу-хау, и, соответственно, их утаивание является бизнес-преимуществом. По-другому делают очень редко. И, как правило, по-другому делают только те люди, для которых пользователь – это и есть программист, да. Вот если вы разрабатываете API, хотите, чтобы на нем как можно больше людей программировало, то API вы будете документировать, разумеется, и раздавать эту документацию. А детали реализации не будете. Условно говоря, так. Вот. Типичная ситуация для закрытого способа разработки – это один коллектив, который занимается разработкой, причем в этом коллективе в силу некой специфики программного труда, труда программиста, довольно много средней и низкоквалифицированной рабочей силы и достаточно немного высококвалифицированной. Почему? Размер ограничен. Кода для того, чтобы получить продукт, надо написать довольно много. И если вы будете нанимать, условно говоря, 100 гениальных программистов, они не просто… вы не просто влетите в копеечку, да, они вам еще ничего хорошего не напишут. Но 100 гениальных программистов – это ровно в 100 раз больше, чем необходимо для одного проекта. Вот. Гениальных программистов. Соответственно, вам нужны кодировщики, которые бы писали, вот реально реализовывали все то, что напридумывал гениальный программист. Это если их, скажем, 10, да. Если их 100, то там будет, условно говоря, двухъярусная архитектура. Будет генеральный архитектор, будут некие десятки, которые занимаются каждым своим направлением. Во главе десятки будет стоять шеф-программист, а внизу будут стоять козеры, которые будут просто реально кодировать то, что им сказал шеф-программист, иногда даже уже по готовому алгоритму. Вот. Это позволяет избежать недостатков ограниченного круга разработки. На технологиях программирования о таких вещах принято разговаривать, да, вот как организовать тим, который, значит, разработан. Вот. Обратите внимание, что это условия, которые вытекают просто из основной цели работы, да. Если ваша цель – это превращение знаний, да, какая-то исследовательская, или, возможно, не исследовательская, но вы относитесь к работе как к этому делу. Если ваша цель – это разработка продукта, которым вы собираетесь пользоваться, и ваши товарищи собираются пользоваться, то вы используете открытую разработку. Если ваша цель – это разработка продукта, который будет вас финансировать за счет продажи копий, за счет продажи экземпляров, то вы используете закрытую разработку. На сегодняшний день грань эта слегка замазывается, но, тем не менее, она достаточно очевидна в любом конкретном случае. Очень хорошо ее видно. Но для того, чтобы эта самая закрытая разработка вообще была возможна, необходимо было выдумать инструмент, его не просто выдумать, да, шлифовать инструмент, который вот эту закрытость гарантировал бы. Ну, смотрите, вот есть программный продукт. Кто вам мешает его взять и сделать из него два одинаковых программных продукта? Ну, не говоря уже о том, что просто копирование одного бинарника в другой, оно, вообще говоря, никого еще пока ничего не убавляет в этом мире, да. В ситуации, когда программный продукт – это исходные коды, никто не мешает вашим партнерам или этим самым конкурентам взять эти исходные коды и скомпилировать их самостоятельно, добавить туда свои ноу-хау, ну, и тем самым обскакать вас на рынке. По этой причине необходимо устроить достаточно жесткий контроль относительно того, кто имеет возможность заниматься собственным распространением как вот этих самых копий, так и исходного кода изобретаемой программы. Если в случае академической разработки этот вопрос был не главным, то в случае разработки с целью продажи экземпляров этот вопрос на самом деле главный. кто является хозяевом, собственником исходного кода и бинарного кода, который и составляет суть вашего продукта. Так вот, для того, чтобы это все работало, необходимо сосредоточение всех прав собственности в руках правообладателя. Всех прав. И, соответственно, в том числе и исключительных прав, которые говорят о том, как дальше будет распространяться. Напишу это ограничение прав собственности правообладателя. Это очень серьезное ограничение на самом деле, если подумать. Например, когда вы покупаете лицензию годовую на использование какого-то программного продукта на одном рабочем месте. Фактически из того, что можно связать с понятием собственность, вы не обладаете ничем. Вы не являетесь хозяином программного продукта, потому что вы не можете сделать с ним то, что могли бы сделать, да, вот не глядя на лицензию. Вы не являетесь хозяином там, не знаю, ну ничему вы не являетесь, вы ничем не владеете, кроме вот этой самой лицензии, которая дает вам право в течение года запускать один экземпляр этого программного продукта на одной машине. Вот. Тот факт, что вы действительно не можете это сделать, должен быть чем-то поддержан, да, соответствующими законами, правами интеллектуальной собственности и прочим довольно большим аппаратом, который на сегодняшний день, там, очень грубо можно назвать лицензированием и патентовым, да. То есть, вот, собственник, правообладатель, организация, имеющая права на программный продукт, очень сильно манипулирует этими правами с целью как можно сильнее ограничить ваши права как пользователя, вот, чтобы иметь вообще хотя бы возможность торговать экземплярами, да. Если она этого не сделает, то вы начнете раздавать эту программу за бесплатно, и те люди, которые могли бы купить ее, получат от вас ее бесплатно. Понятное дело, что это, как бы, сильный проехал в бизнесе, поэтому надо это дело законодательно ограничить. Здесь три пункта, а здесь два. На самом деле, первое и главное, с чего началось такое вот явное разделение между открытым-закрытым способом разработки и как следствие, там, академическим, условно говоря, да, и пропаритарным, и как следствие какой-то вообще водораздел между свободным софтом и несвободным. Как раз инициатором этого было событие, когда люди, занимающиеся в своей такой хакерско-академической манере разработкой софта, внезапно обнаружили, что по закону они не являются хозяевами не только того бинарника, который получается в результате их работы, но даже исходников. По законам практически всех государств, включая Россию, если вы получаете зарплату за производство творческого продукта, то правообладателем этого творческого продукта является ваш работодатель. Вы пишете код программы, так сказать, находясь на ставке, этот код программы – собственность вашей компании, а не вас. Вы не имеете права, если то не предусматривает отдельная лицензия, которую вы там обговариваете с вашей компанией, вы не имеете права этими знаниями делиться, да, никому показывать этот исходный код и так далее. – А у меня вопрос. – Да? – А вот если тебе платят зарплату за написание программы, она в Телегуру на Россию 24. – Кем? – Вам это работодатель разрешил? Это не ваша программа. – Ну, в любом, но, в принципе, все равно он будет. – Если работодатель, значит, вы пишете свою программу, и он платит за этот зарплату. – Тогда вы с ним это согласовываете. Те пачки кода, которые вы пишете, они сведомо работодателя попадают в ГПЛ, в поле действия ГПЛ, и оттуда уже они, конечно, вывалиться не могут. – Нет, вот там какая проблема. Там исключительные права, например, перелицензирование, они все равно остаются у обладателя. То есть только обладатель может, например, перелицензировать и продавать какой-то код по другой лицензии. – Я об этом расскажу. Я об этом скажу. Еще раз. Тот факт, что результаты вашего труда публикуются под ГПЛ, это добровольное решение вашего работодателя. Он может взять и запретить вам публиковать дальнейшие результаты под ГПЛ. Задним числом вынуть этот код из того, что уже опубликовано под ГПЛ, он не может. Но может, например, попробовать доказать незаконность этой публикации, если это сделано без его ведома. Если это сделано с его ведома, это значит, что он заранее посчитал возможным публикацию этого кода под ГПЛ. И это не значит, что, будучи правообладателем на этот код, он не может взять его и начать закрыть, доработать и продавать отдельно. Поскольку он правообладатель. Хочет так, хочет это. Про это я буду еще сегодня говорить про двойное и множественный лицензир. Но ответ такой, что если идет публикация под ГПЛ, это инициатива вашего работодателя, а не ваша. То есть, ну, ответственность его, а не ваша. Решение. Опирайт остается у работодателя. Опирайт остается у работодателя, да. Вот, значит, возвращаемся к вот этому обсуждению. Дело в том, что получается, что как только вы попадаете в поле действия каких-то нормативов законодательных, которые реализуют вот это самое ограничение правообладателям, тем самым начинает резко страдать открытая модель разработки, которая начинает резко страдать по разным причинам. Причина первая. Вы что-то делали, да, ни с кем не согласовали, потом выяснилось, что этот код не ваш. Вот. А вы его там показали своему приятелю, вы же еще и виноваты. Причина вторая. Вы что-то делали, потом пришел злобный дядя, взял все, что вы сделали, положил к себе в карман и начал это продавать за миллион рублей. Вы говорите, это же мой код. Он говорит, ну и чего? Где написано, что, значит, я не имею права сделать то, что я сделал. По этой причине, раз появилась какая-то правовая защита механизма ограничения прав собственности, должна была появиться и правовая защита механизмов, ну, что ли, декларации поощрения, да, явного передачи некоторых прав собственности пользователю. Явная передача прав пользователю. Просто, чтобы не было разночтений. Очень много в 90-е годы было кода, который вообще непонятно как лицензировал. Это приводило к достаточно неоднозначным ситуациям, потому что, допустим, в Штатах есть понятие fair use, которое очень плохо применимо к программному продукту. Оно применимо к музыке, к творческому продукту в классическом понимании. И, в числе прочего, fair use предусматривает некоммерческое, возможность некоммерческого использования продукта. А вот насчет коммерческого не помню, кажется, не предусматривает. То есть, то, что вы получили на правах fair use, вы не можете из этого извлекать прибыль для себя, если это не ваше, если копирайт не хочет. А вот если вам передали это право извлекать коммерческую прибыль, то вы имеете право это делать. Но это должно быть явно прописано. Меры явного указания, явной передачи прав собственности при открытой разработке позволяют сохранить процесс открытой разработки эффективно. Более того, я попробую сегодня рассказать о том, что он, скорее всего, гораздо более эффективен, чем процесс закрытой разработки, учитывая, что вот эти недисциплинированные люди, которые в сообществе все равно пишут прекрасные программные продукты и добровольно подчиняются замечательной дисциплине, и у них все получается. Отвлекаемся сейчас, ну, возвращаемся к ситуации, мы все-таки говорим про использование дистрибутива Linux повседневной, мы отвлекаемся от ситуации собственной разработки, которая предназначена и интересна, в принципе, именно разработчикам. Хотя тут много всякой хитрой специфики, но вот это не тема нашего разговора. Давайте немножко поговорим повнимательнее, поглубже про вот эту правовую защиту. Здесь прав правообладателя на ограничение... Как-то у меня очень много прав в моем предложении. Правовая защита, прав правообладателя на ограничение прав пользователя. Но это правда, он имеет право ограничивать права пользователя. А здесь, наоборот, правовая защита подтвержденного права пользователя делать что-то с программой, что позволит ему дальше участвовать в процессе открытой разработки. Отходя, так сказать, назад и приглядываясь к этим двум пунктам, чтобы их уже окончательно оставить, можно сделать предположение, что при грамотно устроенном информационном пространстве и хорошем поле рекрутинга, привлечения к разработке сторонних людей, открытая разработка может быть эффективнее, чем закрытая. Потому что здесь мы имеем в запасе, условно говоря, все прогрессивное человечество. Если только мы убедим все прогрессивное человечество помогать нам в нашей работе, а это сделать очень просто, убедив его, что это не наша работа, а наша всеобщая, ихняя в том числе. Хочешь, Дим? Да? Здесь вроде как мы ограничены вот этим кругом разработчиков, вот эти 100 индустриальных программистов, которые, значит, непонятно как работают. Да? И ничего мы сделать с этим не можем. Мы не можем нанять 100 гениальных программистов, будет только хуже. Вот. Но здесь есть зато громадный бонус, это продажа воздуха, то есть извлечение денег из продажи экземпляров. Немножко подробнее про продажу воздуха. Давайте посмотрим вообще, о чем речь идет. Это все очень просто. Я не готов сейчас, так сказать, махать каким-то экономическим знаменем. Я только хочу указать на то, что права собственности материальные и права собственности нематериальные очень плохо похожи друг на друга в плане перечисления их в товарно-денежный эквивалент. Вот смотрите. Допустим, мы занимаемся таким материальным производством в стиле тысячелетней давности. Изготавливаем горшки. Я почему-то люблю пример с горшками, глиняные. Один горшок. Это у нас, значит, одна мера глины. Это горшок. Одна мера глины. Плюс, условно говоря, одна мера человеческого труда. Хорошо, материалов. Вода, там, бревна, амортизация печи. Ну, пускай это все будет в материалах, да? Хотя амортизация – это отдельная песня. Начинаем умножать. 100 горшков. Это 100 мер материала плюс 100 раз приложенный труд. Экстраполяция очевидна, функция линейной. Эта линейная функция обладает забавным свойством, что если я пришел к товарищу и взял у него горшок, или не к товарищу, а к горшечнику, я пришел к горшечнику, взял у него горшок, то он вправе мне сказать, ты взял предмет, который составляет для меня ценность, как минимум, вот такую. Сейчас мы сбрашиваем со счетов творческую составляющую, что этот горшок мега крутой, что он никогда не бьется, выглядит очень эстетично и так далее. То есть мы оставляем в стороне вознаграждение. Мы сейчас говорим о компенсации. Когда я беру у человека один горшок, я должен компенсировать затраченный материал и трудозатрат на изготовление горшка. Теперь давайте посмотрим, что происходит с творческим продуктом, опять-таки оставляя в стороне понятие вознаграждения. Когда мы берем одну программу, она состоит из одной меры труда всех программистов, которые там были. Вернее, одной меры... Какие материалы программы? Носитель, что ли? Лазерный диск? Электричество пожгли. Электричество пожгли. Короче, и одной меры труда программиста. Когда мы берем 100 экземпляров одной и той же программы, мы получаем 100... Расход на 100 материалов и... Внимание! Один. Одну меру труда программистов. Понятное дело, что это должна быть такая программа, которая работает в двух разных местах. Вы это имеете в виду, да? Но на сегодняшний день довольно сложно написать такую программу, которая будет работать только в присутствии программиста. Хотя можно, я их видел такие. Да, 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 да. Практикум подтверждает этот тезис. Вот это очень важно. Это особенно очень важно, учитывая, что продукт у нас нематериальный. И вот этот материал, он как бы исчезающий мал. Да? Что такое, как бы, копия программы? Это вот электричество съезденное, которое вы заплатили, которое съелось за то, что при перекачке. Даже сидюк можно не использовать. Да, там, если еще речь шла о сидюках каких-то, ну, сидюки они хоть сколько-то до стоят. Вот. А в современном мире это, вот, да фактически это электричество все равно бы съелось. То есть, вот эти, вот это масштабирование материальное, оно исчезающе мало по сравнению с трудом. А вот труд не масштабируется. Ну, или почти не масштабируется, да. То есть, тут нет линейной зависимости ни в коем случае. Что вам сказать? Что вам сказать? Покажите мне пример бытовой программы, про которой написано, что ее саппортят. Ну, почти видно. Если есть какой-нибудь человек, какой-нибудь продает... Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот вы пошли в магазин и купили там коробку. Будет там саппорт или нет? За деньги? Ну, кто покупал, где будет саппорт? Ноутбук. Ноутбук. Нет. Программа в коробочке. Программа, в которой будет саппорт? Программа. Вот пришли в магазин, купили программу в коробочке. Вопрос ко всем. Каким программным продуктом, продаваемым в коробочках, прилагается саппорт? Да, может, не задай. Да вы что? Где продается Windows в коробочке с саппортом? Или Касперский в коробочке с саппортом? Он продается с лицензией, в которой написано, что автор отказывается от каких бы то ни было ваших претензий. И вы сами должны подтвердить, что вы отказываетесь от претензий к автору. Хорошо, а что вы считаете саппортом? Я считаю, что возможность позвонить нам или написать куда-нибудь, сказать, знаете, у меня вот такая вот фигня, помогите мне, пожалуйста. И мне ответят. Возможно, и сразу же ответят. Это саппорт. Мы считаем, что продавец продается в коробочке с саппортом? Ага. Вы правильно ответили на вопрос. Но давайте я его для всех задам, а вы не будете больше эту тему развивать. С технической поддержкой. Давайте вернемся... Это домашнее задание. Давайте вернемся вот сюда, да? Итак, у нас есть одно замечательное свойство нематериальных продуктов, которое называется свойство безучебного копирования. Копирование происходит по цене копирования, а не по цене того, что было из-за расходования на создание одного экземпляра. Я сейчас не, повторяю, я сейчас не собираюсь обсуждать экономические составляющие этого дела, да? Куда деваются эти гиперприбыли, да? Почему это хорошо, это плохо, морально, неморально? Я указываю на различие между поведением материального и нематериального объекта в плане его свойства, его копирования. Это означает что? Это означает плюс вот сюда. Мы можем так устроить нашу разработку, что вот это свойство безучебного копирования нам будет только помогать, а не то, что у нас все время все копируют, будет нам помогать, потому что мы за счет этого создадим хорошее информационное пространство, будем производить как бы набор, привлекать в себя людей за счет того, что они копируют и пользуются. Короче говоря, использовать сам продукт в качестве приматки, да? То есть в качестве бонуса за то, что люди присоединяются к процессу открытой разработки. При этом мы не будем терять ущерб, не будем испытывать ущерб в нашей работе, потому что, или вернее, как только мы не планируем продавать эти самые экземпляры, которые в данном случае мы копируем. Ущерба при этом не будет, потому что это будет стоить ту самую амортизацию. Кстати сказать, нынче, при нынешних больших числах, амортизация тоже начинает стоить. Если у нас там миллиард пользователей, то, наверное, сайт, с которым миллиард раз скачивают продукт, должен быть достаточно дорогостоящим. И тем не менее, это совершенно другие цифры. Окей, значит, если поглядеть... Да, значит, таким образом, вот эта штука нам, с одной стороны, она является плюсом для процесса открытой разработки, потому что мы можем копирование использовать как инструмент привлечения и создания сообщества. С другой стороны, это, естественно, является большим плюсом вот здесь, потому что мы можем использовать копирование как инструмент прибыли. И для этого нам нужна только законодательная поддержка того, что вот этого не существует. У нас в законе должно быть написано, что этого не существует, а на самом деле все вот так. Вот если у нас в законе так написано, что вот ровно так, то прекрасно. Мы вот эти вот денежки, они как бы будут возникать из воздуха и дальше как-то растворяться в отчетности и так далее. Мне кажется, это противоестественное состояние, вот, а каково должно быть естественное состояние, до сих пор неизвестно. Поэтому я эту тему откладываю. Мы возвращаемся к понятию лицензирования. Который час, я сегодня часы забыл. Отлично. Вот, мы возвращаемся к понятию лицензирования. Давайте я вот эту сотру. Итак, выясняется, что люди, которые зарабатывают продажей экземпляров, они позаботились о том, чтобы их продукты были законодательно, имели правовую защиту от копирования. А люди, которые занимаются открытой разработкой, они поначалу этим не озабачивались, а вот теперь озаботились. Что это значит? Это значит, что мы должны пользователю предоставить, вот что я забыл сделать, ну ладно. Пользователю предоставить возможность на более или менее официальном уровне понять, какими правами он начинает, он обладает после того, как начинает, получает в руки там экземпляр программного продукта, открытого, свободного. Лучше всех, как мне кажется, сформулировал эту тему самый известный из пострадавших от притарщины человек, это Ричард Столман, который, собственно, и задумался об этом после того, как выяснилось, что его программы, которые он там писал на Лиспе, ему не принадлежат. А он-то не знал. Мужики-то не знали. И все это с течением времени вылилось в такое достаточно простое определение свободного софта. Свободное программное обеспечение – это 3-4 права, которые получает пользователь вместе с, собственно, продуктом, с программным обеспечением. Право использования, использовать программу, так называемая свобода номер ноль. Оно гарантировано, кстати, сказать Конституцией в России. Не во всех странах это так, но если у вас на руках есть программа, вы можете ей пользоваться. По Конституции вам нельзя предписать, запретить совершать какие-то действия, если только они не противозаконны, в смысле общему закону не противоречат. Нет, если только в них действительно не написано, что вам запрещено использовать этот программный продукт. Значит, скажу так, если вдруг вы ничего не сделал с проторитарной программой, тем не менее добьетесь, что она будет продолжать работать по истечению срока лицензии, то в этом нарушения закона нет. А вот если запустили какую-то кряколку, то в этом есть нарушение закона, но закона весьма и весьма отличного от закона на права собственности. Это вы как бы вмешались в... это взлом, короче. То есть... Откуда я знаю? Смотрите лицензию. Вот. Второе право. Это право изучения. Изучение. И как говорил Столман, улучшение. Программного продукта. Ну, в нашем, так сказать, понятно, улучшение, это он от прекрасной души говорил. Речь идет о том, что вы имеете право изменять программный продукт, который получили на руки. Вот это уже никем так просто не гарантируется. Это должно быть написано. Вот. И на сегодняшний день в подавляющем большинстве случаев, когда вы имеете дело с программным продуктом, это сопряжено с доступом к исходным кодам. В принципе, можно себе вообразить ситуацию, когда изучать и изменять программный продукт удобнее и традиционно не в исходных кодах, а в чем-то еще. Вот. Но эти случаи редки. Насколько я понимаю, например, Smalltalk распространяется в виде виртуальных машин, которые могут быть представлены в виде, ну, я имею в виду продукты под Smalltalk, которые могут быть представлены в виде исходного кода, но, как бы, он не исходный, да? Это всего лишь текстовое представление именно виртуальной машины, а исходная именно она. Ну, тогда, видимо, имеется, в этом случае будет речь идти о доступе к вот объекту виртуальных машин. Не знаю. Не, ну, это состояние виртуальной машины было получено путем, там, о исполнении, так сказать, некой команды. Ну, да, может быть, эти команды являются исходным кодом, вы это имеете в виду. Ну, в общем, есть ситуации, когда код не является исходным, но они крайне редки, и в большинстве случаев речь идет о программировании, то есть о манипуляции исходного кода. Обратите внимание, что такое право в случае свободного программного соединения вам передается. Теперь относительно распространения. Вам передается право распространять, распространять программопродукт распространения. Вот. Напоминаю, что все права 4, о которых я сейчас говорю, сопровождаются оговоркой без каких-либо ограничений, если только это не противоречит, там, Конституции. То есть, когда говорится о том, что вы имеете право изучать и вносить изменения в исходный код, говорится о том, что мы эти права это делать без каких-либо дополнительных ограничений. То есть, не за деньги, там, не при каких-то условиях, а просто имеете право и все. Вам никто не запрещает это делать. Точка. То же самое, когда речь идет о праве распространения. Свободный программный продукт, вы имеете право распространять и все. Имеете право распространять и все. И, наконец, четвертый пункт – это право внесения, распространения измененных версий. Право распространять измененные версии. Значит, обратите внимание на то, что это очень важный пункт, который как раз довольно часто, который как раз довольно часто не выполняется, ну, как часто. В случае, если вы имеете дело с несвободным софтом, но при этом вдруг в нем код является открытым, вот эта несвобода, как правило, состоит в несоблюдении права номер 4. А между тем, этот пункт очень важен, потому что он, именно он, позволяет организовывать собственный бизнес и мотивировать людей. Громче, пожалуйста, не очень хорошо слышно отсюда. Именно этот четвертый пункт является важной штукой, потому что он мотивирует людей вообще заниматься этим свободным софтом. Если человек видит какое-то бизнес преимущество в тех инструментах, которые он может добавить, вот в тех изменениях, которые он может добавить в исходный код, да, то он должен иметь право как-то проэксплуатировать эти изменения. Ну, например, там, самому заняться продажей софта, там, или продажей услуг, или чем-то еще. Вот. Если такого права у него нету, то очень часто бывают, авторы говорят, ни в коем случае, значит, вы либо распространяете мой программный продукт, вот который я написал, да, либо, а все патчи присылаете мне, и если я, значит, вот решу, что они хорошие и правильные, тогда я вот разрешу. А если я решу, что они неправильные, то ни в коем случае, а то все подумают, что это я написал такую ерунду. Вот. Это, конечно, губит на корню всю идею открытой разработки, потому что она становится как бы не очень открытой. Вот. Это важная вещь. Единственное, что стоит тут заметить, да, значит, все четыре пункта, они не сопровождаются какими-либо ограничениями. Вот. Единственное, что тут стоит заметить, речь идет об исходных текстах, то есть о тех представимых в виде текстовых или каких-то еще, ну, вот, объектов данных, с помощью которых был получен вот конкретный бинарник, способный работать, да. В случае исходного текста программы, это исходный текст на языке программирования, какие-нибудь там последовательности, которая нужна для запуска компилятора, да, там, какие-то профили для сборки, ну, короче, все то, что было у вас на машине перед тем, как вы взяли и нажали кнопку «Собрать программ». Вот. Это требование не распространяется на такие вещи, как торговые марки и прочие, что там еще бывает, помимо ТМа. Ну, в общем, это, короче, эта штука не распространяется на имена. Вот. И на авторство. Вы не можете взять и лишить человека копирайта, да, копирайт, он остается у автора. Вы можете только добавить сюда свой, туда свой код со словами, а вот этот код написал я, копирайт у меня. Не более того. Вот. С графикой есть отдельная тема, я вот попробую рассказать про ЦЦ, хотя, ну, попробую рассказать. Вообще говоря, графику достаточно реально распространять под лицензией вот такой, потому что у нее просто нет исходных кодов, если ее нет. Какая разница? Возможно, вы когда-то сгенерировали эту штуку из 3D модели. Вот. Но вы распространяете графику, ну и распространяете ее на здоровье. Никто же не требует от вас, чтобы вы распространяли там 3D модель там в 3D Max, а также исходные коды 3D Max, с помощью которого вы эту 3D модель скомпилируете. Вот. Ну, вообще, по-своему, был бы конец в 3D. Что-что? По-своему, был бы конец в 3D Max. С Artwork'ом там... Странная проблема с E-Max'ом, который недавно всплывает, то, что... Ой, какие-то там... Там есть генераторы. Да. Там есть генераторы. Для всех файлов были исходные тексты, которые скомпилили генератор. Ну да, там есть генераторы. Ну, я что хочу сказать. Давайте мы вспомним, для чего вообще вся эта ерунда существует. Вся эта ерунда существует ровно для того, чтобы обеспечить правовую защиту людям, которые хотят организовать процесс совместной разработки. Да? То есть, речь идет не о том, чтобы, так сказать, вставать кому-то палки в колеса, а о том, чтобы сделать процесс открытой совместной разработки удобным и бизнес-эффективным. Соответственно, если мы считаем, что распространение исходных текстов, там, 3D-Max'овских моделей... Я специально говорю про 3D-Max, потому что он не свободный, как инструмент, да? Или блендеровских моделей, а он свободный, как инструмент. Мы считаем эффективным для нашей совместной разработки, то лучше бы все-таки их распространять. Если мы, как бы, это все дело такое, которое делается нашим, там, художникам, и никто больше... Мы не рассчитываем на то, что кто-то придет и нам в этом поможет, то можно и показывать уже скомпилированные, там, вот, кадрики, да? Что делать? Вот. Ну, это значит, что этот самый артворк надо распространять под другой лицензией. Вот и все. Тоже свободный, между прочим. Сейчас я об этом расскажу. Значит, кстати, не факт, что это нарушает ГПЛ, но это не важно. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Верь. Да, значит, чтобы... Чтобы внести некоторую путаницу в это дело, напомню, что существует еще альтернативный термин, который называется... Не альтернативный, а параллельный термин, который называется open source. Вот. И апологетом которого является, собственно, автор этой идеи. Кстати сказать, он, кажется, ее придумал раньше Столмана. Автор этой идеи Эрик Раймонд. Вот. А? Не раньше. Ну, не важно. Значит, при том, что Столман жуткий идеолог сам по себе и человек, который способен идеологически грузить часами, как мы в этом убедились, когда он приезжал. Вот. А Раймонд, в общем, вполне себе просто хакер. Сама идея свободного ПО, она от идеологии практически освобождена, вот в такой формулировке. А вот идея open source, точнее то, что называется open source definition, состоящая из 10 пунктов, она весьма и весьма идеологизированная. Там пунктов 10, а не 4. Там довольно такие формулировки странные, которые описывают, что именно нельзя делать, а то люди обидятся. Ну, например, нельзя ваш софт привязывать в лицензии, привязывать к определенной платформе. Вот если вы это написали, то вы, значит, людей ограничиваете. Вот. И по сути, по сути, если внимательно приглядеться к объему передаваемых имущественных прав, open source definition и free software definition, они похожи друг на друга, если не совпадают. Скажем, Европейский Союз эту проблему решил очень просто. Они для себя выработали лицензию, которая так и называется free open source software, которая покрывает и то, и другое, и которая является юридически значимой именно как термин в правовых рамках Евросоюза. И под этой лицензией у них выпускаются какие-то свободные разработки на деньги Евросоюза. То есть особых проблем в том, чтобы совместить одно с другим нет. Главная проблема – это сам Эрик и сам Ричард. Они друг с другом грызутся. Когда он в последний раз приезжал сюда, он, по-моему, чуть ли не полчаса посвятил тому, как неправильно придумал Раймонд свой open source. И вообще не верьте ему, он злой. Вот. Все это ерунда. Запас того, как я расскажу, как Linux надо рассказывать, что гной Linux. Да. А в умном линии только open source лицензия в России не запрет на улучшение опроса? Это значит, что они не являются open source лицензиями. Посмотрите внимательно open source definition. Я намеренно не привожу 10 пунктов open source definition, чтобы не замусыривать вам мозги. Там нет такого запрета. Вернее, так, там есть... Там не так. Значит, там есть довольно хитрая штука. Open source definition может разрешать модификацию кода путем так называемого возврата кода там автору. Да? Вот. То есть вы... Ну, короче, open source это запутанная штука. Вот. Но если внимательно ее прочитать, получится примерно то же самое что-то. Вот. Я хочу предостеречь всех от использования понятия open source, потому что по непонятной мне причине, а, видимо, именно потому что определение довольно тяжелое, словом open source называют вообще абсолютно все, где известны какие-то исходные тексты. Вот. Есть достаточно четкое определение open source definition, которое прямо на сайте там, open source initiative лежит. И большой-большой список лицензий, которые open source compatible, open source ne compatible. И там, кстати, в разделе не compatible довольно много вот таких лицензий, типа этот самый Microsoft Shared Plan B, или как она там называлась, в котором было написано, что исходные тексты доступны, вы можете что угодно с ними делать, вот. Только вы не можете использовать эти исходные тексты, а также знания, полученные при изучении этих исходных текстов, если вы программируете не для платформы Windows Mobile. Вот такие, вот такой, вот такой open source. Я ни мальч в понятии не имею. Видимо, ну, понимаете, у них там огласационское прецедентное право, там что угодно можно сделать в этом смысле, да? Просто, ну вот, я видел людей, которые реально, посмотрев на это, сказали, я никогда в жизни не буду читать их исходных кодов. Так, на всякий случай, сображений санитарно-гигиенических. Окей, давайте дальше, а то я что-то разговорился. Который час? 20 минут, еще 10 минут. Ну, в общем, мы... Да, это я говорил, значит, про сообщество будем говорить в следующий раз, но, может быть, оно и к лучшему. Обратите внимание, что, кстати сказать, традиционная проприетарная правовладельческая лицензия построена на манипуляции именно вот этими правами. Как правило, она их вам запрещает в том или ином виде. В том числе и право на запуск, как мы только что поговорили, хотя, повторяю, по российским законам это нельзя сделать. Там есть другие методы, да? Вас будут судить не за то, что вы научили лицензию, а за взлом. Прещает распространять измененные программы под лицензией хуже ГПЛ. Я это еще не сказал. Я еще вообще про ГПЛ не говорил, внимание. Это СПО, извините. Это свободная программа с печеньем. Женя, вы меня пугаете. ГПЛ – это не свободная программа с печеньем. Вот сейчас добавлю. Вот. Минуту. У меня все написано. Да. Значит, ну вот тут нетерпеливый Евгений подсказывает, что я все время забываю про один важный пункт, который присутствует в современных свободных лицензиях, в многих из них. Этот пункт, на самом деле, также относится к понятию правовой защиты. Вот в каком разрезе. Я это уже упоминал. Представьте себе классический свободный софт, который вы, так называемые разрешительные лицензии, вот это пример разрешительной лицензии, который вы берете и его дорабатываете, делаете его несвободным, накладываете на него все нужные правовладельцу, правовладельческие ограничения, и начинаете этим торговать. Если внимательно приглядеться к этим четырем пунктам, нигде подобное не запрещается. Вам, как пользователю этого софта, были выданы вот такие права. Вы взяли их и поменяли. Нигде не написано, что вы не имеете права это делать. На сегодняшний день я подозреваю 80, если не 100% пропоритарного софта используют наработки свободного софта именно те, которые лицензированы под разрешительные лицензии. Да? А разве я говорил что-то про лицензию JPL? Еще один. Наверное, я так говорил, что мне казалось, что где-то тут бегало слово JPL. Только Столман бегал, а JPL не бегал. Столман не только автор лицензии JPL, он еще с формулировки свободного софта. Я сейчас расскажу про JPL. Да. Это был, значит... Да, да. Вот по моим сугубым наблюдениям, это вполне себе лишенная идеологической подоплеки формулировка, в которой есть вот такая дырка, о которой только что я рассказал. Чем это плохо? Это плохо тем, что фактически люди, которые могли бы внести свой вклад в процесс открытой разработки, более того, которые имеют свой бонус, свою мотивацию, то есть они не просто вкладывают что-то в процесс разработки, они реально видят какое-то улучшение. Это улучшение, тем не менее, не попадает в виде исходных текстов в общеинформационное пространство, потому что классический open source это дело не запрещает. Вот. Поэтому помимо, значит, разрешительных лицензий, которые выглядят примерно так, плюс-минус, есть еще целый класс лицензий, которые включают в себя понятие копилефт. изображается это вот так, как слово копирайт задом наперед. Ну, копирайт это как бы буква С, которая смотрит направо, а копилефт это буква С, которая смотрит налево. А еще копилефт это как бы потеря права манипулировать, право манипулировать опциями копирования. Сейчас расскажу, что это такое. Запрет на нарушение требований нарушения пунктов 1-4 при распространении. То есть, когда вы распространяете ваш софт, он должен распространяться под лицензией, в которой все вот эти 4 права также соблюдены. Все вот эти 5. Естественно. Понимаете, да? То есть, такая немножко рекурсивная. Вот у нас есть 5 пунктов в свободной лицензии, с которой 5-й говорит, что если вы занимаетесь распространением, то та лицензия, под которую вы распространяете ваш софт, должна быть не хуже вот этих 5 пунктов. Это называется копилефт, потому что тем самым вы фиксируете правила дальнейшего копирования. Пользователь, который получает на руки копилефтный код, уже не имеет возможности изменить правила копирования. Он должен соблюдать эти правила и дальше. Потому что та лицензия, под которой он будет ее распространять, опять должна содержать все 5 пунктов, включая копилефт. Значит, лицензий... Что-то я сегодня разболтался. Лицензий разрешительных весьма много. Самый из них известный, наверное, это BSD, потом там WTF, L, P, да? WTFPL называется. Вот. Ну и всякое такое. Их много. MIT, ну да, MIT, он не совсем. Есть довольно забавные, забавные разрешительные лицензии, которые говорят, делайте, что хотите, но только вот, чтобы исходный код не менялся. Прилагайте к нему патчи, там, делайте другие файлы, эти файлы не используйте, но вот не меняйте исходный код. Но она все равно разрешительная. Ну, подумаешь, ну, как бы патч приложил, все. Вот. А капилептных лицензий тоже довольно много. Ну, самый известный GPL различных версий, какой-нибудь Mozilla Public License. GFDL. LGPL, да. LGPL. Какой? GFDL. GNOV. А, GNOV. Не, 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 не. Это самое документационное. А, GFDL. Ну, плохая лицензия, на самом деле. Ну, и так далее. FDL, давайте, да, FDL напишем. Их тоже тысячи. Вот. Значит, отличаются они деталями формулировок. Вот. Еще тем, что разные компании, большие, внезапно решив распространяют свой софт под какой-то свободной лицензией, почему-то, как правило, изобретают очередную свою свободную лицензию. Непонятно почему. Вот. Особенно капилитных лицензий таких очень много. У Microsoft их 4 штуки раз. Вот. Свободных лицензий, там, из них некоторые даже совместимы, ну, являются FreeSoftware, да. Microsoft тоже большая комптура. Почему бы и нет? Вот. Есть отдельная тема, которая называется множественное лицензирование. Надо понимать одну вещь. Вы, как правообладатель, в данном случае я не говорю, там, разработчик вы или тот, кто платит деньги разработчику, вы, как правообладатель, имеете право лицензировать и выпускать и распространять программный продукт под той лицензией, под которой захотите. Этого права у вас никто не отнимает. Например, вы можете один и тот же программный продукт в некоторых случаях для некоторых людей распространять под свободной лицензией, в некоторых случаях под капиллефтной, а в некоторых случаях под коммерческой, ну, не коммерческой, а проприетарной лицензией, продавая исходный код за деньги, там, за большие, да, но давая вашему партнеру возможность делать с ним все, что он хочет, не раскрывая, не публикуя, ну, короче говоря, проприетарным способом. Вот. Вы имеете право на такое множественное лицензирование, потому что никто этого не запрещает. Вы правовладатель, что хотите, то и делаете. Все крупные программные продукты на сегодняшний день, не все, но очень многие крупные программные продукты как раз встраняются под множественные лицензии, включая проприетар. Вот. Почему это нужно? Не потому, что люди рассчитывают зарабатывать на коробках, хотя такое тоже случается. В первую очередь, потому, чтобы осуществлять партнерские отношения к каким-нибудь другим конторам, с другими корпорациями, которые просто не могут взять и включить, поставить на баланс свободный софт. У них такого в расписании нет. Вот тогда им продается исходный код со всеми потрохами, еще с чем-нибудь, и эти конторы начинают там как-то что-то там с ним делать. Вот. Так что множественное лицензирование вполне реальная ситуация, которая, в общем, неплохо себя оправдывает, пока вообще торговля экземплярами имела смысл. Насколько сейчас оно эффективно, я не знаю. Но такое бывает и бывает довольно часто. Это, кстати, не означает, что тот код, который опубликован под ГПЛ, внезапно могут возникнуть к нему претензии. Вовсе нет. Он уже опубликован под ГПЛ, это как бы воля правообладателя, что хочет, он как бы вот это плюс вот это приложим. Так. Это я рассказал, это я рассказал. Будем вспоминать про Creative Commons. Сколько там Клаус? Четыре? Не зависит от того, какая. Нет, там их, она же наборная, их там всего н штук этих Клаус. Ну, либо НД, либо ПАААА. Ну, Жень, если вы гляньте свою железяку, там, во-первых, Attribution Вы, ага. Вот, или ПД. А ПД, это что, паблик домен? Домен, да. То есть, с авторством, без авторства? Да, если Attribution, то там НД, non-distributive. Да, non-distributive. Non-distributive, ага. Или C by S.A. S.A. Sharealike. Sharealike, ага. Sharealike может быть просто так, а может быть N.C. S.A. Non-commercial еще бывает, да. Все, по-моему. Ну, то есть это все очень легко. Теперь давайте я вот все это безобразие еще раз расшифрую. Значит, речь идет о чем? Мы сейчас говорили о лицензировании программных продуктов. Вообще говоря, лицензии к программным продуктам не очень хорошо подходят к таким творческим продуктам, которые не являются программами. И у которых процесс создания превалирует над процессом отладки, патчей и всего остального. Музыка, артворк, тексты и все остальное – это вещи, которые очень плохо распространяются под лицензией ГПЛ. Ну, например. Одним легким движением вы можете превратить методичку, которая распространяется под лицензией ГПЛ, которая хорошо работает, в методичку, которая распространяется под лицензией ГПЛ и работает отвратительно. Взять, местами частицу не удалить, а местами ее вставить. Не. Понимаете? Там будет написано, не нажимайте на кнопку удалить все файлы. Вы взяли и убрали слово «не». То есть, в отличие от текста программы, которая если не работает, она не работает, да, с текстами читаемыми там ситуация более сложная. Вот. По этой причине, кстати, есть лицензия FDL, вот здесь переписанная, у которой есть понятие «неизменяемый раздел». Вот. Но это другое слово, да. Там она все равно не очень хороша. Было изобретено целое семейство лицензий, которые называются Creative Commons. Creative Commons. Которые позволяют вам лицензировать ваш творческий продукт с теми опциями, с которыми вы пожелаете. То есть, вы говорите, выбираете, является ли ваш творческий продукт паблик-доменом, то есть, вы отказываетесь вообще от каких-то прав на него. Либо он attribution, то есть, это продукт, у которого есть автор. Это вы. Соответственно, копирать за вами. Дальше. Вы выбираете, можно ли его модифицировать, делать из него derivative works. Наоборот, это no derivative. Share alike, то есть, делитесь ли вы им с окружающими. Да. Ага. Можно ли его сделать derivative works, производные работы, или нельзя. Non derivative. Вот. Наконец, вы выбираете, накладываете ли вы ограничения на ваш продукт, что он должен использоваться только в некоммерческих целях. Да. Про цитаты есть отдельное, отдельное какое-то постановление, что считать цитатами, что нет. К сожалению, это специфично для законодательства именно локального. Вот. Ну, допустим, я знаю, что менее чем сорокасекундные ролики не считаются платными цитатами. Ну, такими цитатами, за которые надо платить при ретрансляции. Вот. Ну, вернее так, я... На рекламе бывает. Жутко вы имели в виду использовать цитаты? Да. А может быть это только для вещания, в рекламе нет. Я не помню. Там есть очень много, вот по части цитирования есть очень много законов, которые не имеют отношения к этому делу. Вот. Если это вас волнует, ставьте non derivative и пускай автор с вами договаривается. Вот. Вот. Как правило, такие подробности ЦЦ не обсуждаются. Если non derivative, значит, non derivative. Вот не трогайте, значит, используйте только в том виде, в котором есть. Вот. Для творческого продукта это может быть реальным требованием. Понимаете, да? Ну, вот одно дело, когда там человек говорит нетрогаемую программу, а то ты ее испортишь, и все над ним смеются. А совершенно другое дело, когда музыкант говорит, это мой творческий гений породил. Вот. Любая лишняя нота будет лишней. Имеет полное право. Не надо прорисовывать моей прекрасной девушке вот усы. Я обижусь, да? Вот. Это такой конструктор. Вот. CCBUSA это такая наиболее разумная из этих лицензий, наиболее близкая собственно свободному софту, если я не ошибаюсь. Это именно та лицензия, под которую распространяется текст на Википедии. И вот буквально весной, что ли, или летом, там они долго утрясали, чтобы она была совместима с FDL или с чем-то таким. Ну, они делали двойное лицензирование. Они, не помню, что они были первыми, но потом они перепозлили на двойное лицензирование. И, в общем, это очень недолгая болезнь проходила. Ну да, да, да. Ну, понятно, что это такое. Что BI, значит, есть автор. Шари Алаик, значит, возможно, derivative work. Non-commercial не включен, значит, возможно, коммерческое использование. Вот. Я здесь не вижу этих самых пунктов возврата, да, о публикации. Нет. Ну, видимо, когда речь идет о творческом продукте, довольно бессмысленно говорить о творческом продукте, который никуда не публикуется. Вот. Также довольно бессмысленно говорить об исходниках. Вот. Там есть очень много проблем, связанных, например, с конвертацией. Да, является ли сконвертированный музыкальный файл из одного формата в другой производным продуктом или нет, но это вас не должно ловаться. Ну вот. Зачем я про все это рассказал? Я описал машинерию, то лицензионное пространство, с которым вы будете работать, работая в рамках Linux, если, повторяю, речь идет о свободном софте. Если речь идет о не свободном софте, то, как минимум, в дистрибутив, если оно попало в дистрибутив, это оно подразумевает свободное распространение. То есть, вот это и вот это, свободное использование. Да, там всякие драйверы, прошивки, вот это все. Вот. Если это не попало в дистрибутив, но, тем не менее, вы это каким-то образом до этого достучались, например, скачав сайты производителя, это означает, что возможное распространение запрещено, но уж использование локальное на вашей машине разрешено. Вот. Вот это надо понимать, да, прежде чем раздавать какие-то драйверы или прошивки, узнайте, не свободные, насколько вот право распространения вам предоставлено. Во всем остальном, подавляющем большинстве, вот реально, всех подавляющем большинстве, содержимое хранилище состоит из свободного софта, который предоставлен вот такие права, если он софт, и вот такие, если он Creative Commons. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Значит, в следующий раз тогда мы говорим про сообщество, вот, и про что-то еще, потому что это... А, про организацию дистрибутивов, про то, как изготавливают дистрибутивы, что такое ветки, к чему там подцепляют, где какие хранилища, вот про всю эту ерунду. Все, спасибо. 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 Спасибо.